Сегодня мы продолжаем нашу любимую игру от Chilazard. Игра под названием Macaeri. Что вроде бы с японцем домой. Так что мы, наверное, возвращаемся домой. Уже поздно. Надо вернуться домой. Русский перевод есть, но довольно кривой. Но главное, что понятно. Главное, что на русском. Так, помойка. Кругом вече есть фильтр, наверное, для ужасов. Для усиления кошмара. Судя по всему, я какая-то школьница, которая иду домой. В типичный... Я забыла, где я живу. Черт подери, где я живу. Где мой дом снова? Реально она не помнит, где она живет. Да, нет, ну может быть, они недавно переехали, поэтому она еще не запомнила, где они живут. Но это довольно странная вещь. О, автоматы. Классно. Очень удобно, наверное. Это, наверное, вместо круглосуточных магазинов. Это у нас кругом ларьки, а у них, наверное, просто автоматы. Хотя ларьки, наверное, удобнее. У них там выборы шире, и купить можно все, что хочешь. Так, я живу не в углу, наверное. Это вряд ли. Вряд ли живу где-то на задворках. Я в чьи-то двор зашла, мне кажется. Блин. Кругом цветы. Я точно тут не живу. Я не живу во дворе. Так вот, у них там стоят автоматы. Там, наверное, в основном какая-нибудь дегазировка. Ну, какая-нибудь, я не знаю, лапша, чтобы быстренько покушать. Какие у них там еще варианты? То есть, я там, не знаю, захочется в 3 часа ночи творог. Или, блин, там, я не знаю... Но фрукты ночи тяжело найти в каких-нибудь ларьках. В круглосуточных магазах. В какие-нибудь неосетке. Что овощи, что фрукты. Обычно такое там не продают, мне кажется. Ну, либо продают, но редко. По крайней мере, я не видела. В округе у себя таких магазинов. Надо идти куда-то далеко и искать. А так, в основном, там, ну, типа, все, что хочешь. Кроме вот прямо такого. Короче, все, что пожрать, можно там купить. Пожрать и попить. И молоко, и яйца, и, там... Не знаю, котлеты какие-нибудь. Мясо там, конечно, не купишь. Но... Мало ли. Всякое бывает. Вдруг кто-то работает, допозданно. Где я, блядь, живу? Где живу? Иду, блядь, рассуждаю о котлетах. Совсем что ли? А, ну да, я же домой иду. Иду домой. О, у них даже на детской площадке эти автоматы есть. А, ну да, нормально, это для мелких. Ну да, судя по всему, у них тут одна и газировка. А если вдруг кто-то курит? Это плохо, конечно. Я вообще никому не советую, но тем не менее. А вдруг кто-то курит? В автоматах, наверное, куривание купишь. Как быть? Я не думаю, что это так. Она говорит, что мы живем не тут. Блядь, да где мы живем? Где мы столько живем? Или тут меня будут таскать по всему району до тех пор, пока у меня инфаркт не схватит? Нет, но с другой стороны, по крайней мере, тут днем. Птицы заебали. А может мне идти надо на птиц? Ну, идти на птиц это не хороший знак. Если там птицы тусуют, то, наверное, там кто-то сдох. Там труп воняет, и птицы хотят жрать, летят туда. Что за скипа? Что это такое? Это уже вторая вывеска, которую я вижу. Скипа это что? Знак японский. На японском написано. Так, я оттуда пришла. Значит, я живу где-то там. Может, все-таки мне нужно было там идти дальше, во двор? Не, мне кажется, вороны меня направляют. Но если вороны меня направляют, это точно не к добру. Кто-то точно сдох. Сто процентов. Так, это я туда случайно зашла. Наверное, мне надо было просто пройти вперед. А, ну вот, наверное, тут я живу, да? А меня же ничего не выпрыгнет, меня ничего не убьют. А то ее мрут из-за инфаркта. Кому это надо? Кому надо смотреть на человека, который сдох? Никому. Да, блядь, где я живу? Где моя дверь? Ёбаный свет. Сходила, блядь, в школу. Забыла, где живу. Где, блядь, такие двери? Тут еще есть управление какое-то, может, я что-то не нажимаю? Нет. Видимо, это что-то из первых игр, которые они делали, поскольку, если раньше там были, там, не знаю, начать игру и выйти, потом появились эти создатели и были настройки с управлением, то ничего тут такого нет. Мне кажется, я тут живу. Я тут живу? Блядь, а как мне? А, ну да, на Е. Я тут живу. Отлично, я тут живу. Я вернулась, блядь. Встретите меня кто-нибудь. Где мое с возвращением? Алло. Я вернулась со школы. Так, вешалка пустая, никаких у нас пальто и всего прочего нет. Вообще лето на дворе, нафига вам. Не, подожди, не лето. Летом же уроков нет. Значит, наверное, весна. Но поздняя весна. А почему у нас в доме дверь закрыта? Это что такое? Это прикол какой-то? За что меня так? За что меня так? За что у нас двери закрыты в доме? А дома вообще кто-нибудь есть? А, ну да, мы переехали недавно. По крайней мере. По крайней мере мы переехали. Это я уж поняла. Да, сука, заперто везде. Только не выпрыгивайте на меня, пожалуйста. Не надо меня убивать скримерами. Прошу вас. Моя нервная система слабая. Я не хочу умирать. От инфаркта прям тут. А, это зеркало. Зеркало, зеркало. Е. Зеркало, зеркало на стене. Кто самый честный из них все? Чего? Просто шучу. Блядь, а я сейчас обернусь. Там кто-то есть? Не, никого. Ой, блядь, это моя тень. Наверное. Или тень от коробок. Ой, ёб твою мать. Сука, страшно. Ничего не происходит, а страшно. Ощущение, что она вот... А чё, потяни так резко? А где, где это? Она, я надеюсь, не какую-то песенку у нас, аналогичную, там, пиковой даме. Вызвала, а то я это... Не хочу такого. Не, я в детстве таким занималась. Мне делать было нечего, я занималась таким. Правда, на самом деле, просто смотришь на зеркало до тех пор, пока у тебя точки в глазах не начинают появляться. И ты начинаешь думать, что вот это она спускается. А чё, блядь? Не понял. А чё открылось-то? Чё скрипело? Подожди, что же скрипело? Не эта дверь? Не понял. Я подумала, а эта дверь скрипнула? Нет? Блядь. А чё, меня её... Подожди. Нет, заперто. Подумала, меня дверью в морду ёбнуло. Снизу чё-то открылось. Не убиваете? Мама! Мама, блядь, это ты тут с дверьми играешь? Почему у нас все двери закрыты? Мама. А, мама, вот, мама пришла, завтра принесла. Обед, ужин, чё-нибудь. Шоколадку. Мама! Может быть, это только я? Ну, она говорит, что вроде бы, может, не показалось. Фонарь у тебя нету? Показалось, что мама пришла. Не, вот эти пончики. Наверное, мама пришла, пончики принесла. Всё нормально, всё хорошо. Сейчас попьём чаю. Только где, блядь, свет? Где свет? Сначала долго ищешь, где живёшь, потом долго ищешь, где у тебя свет. Не, ну, по крайней мере, эту комнату мы обжили. Относительно недавно мама чувствует себя не очень хорошо. Плохо. Маму надо влечить. Помогать надо маме. Прошла уже неделя с тех пор, как мы с мамой переехали сюда. Ну, вот поэтому я и не помню, где я живу. Всё логично. А что, маме надо помогать, если она плохо себя чувствует. О, кофе, кофе, кофе. Лимон. Блядь, а это, 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 это меня убьют? Не надо. Я ещё молодая, я только переехала. Так. Я на всё посмотрела. А, у нас ещё какая-то дверь. Запятая. А чё у нас дверь-то всё-таки? А. Ой. Хочется, японские дома. И нормальные двери, и вот такие страшные, раздвижные. Умреть не встать. А это что? Это, это, это что такое? Это шкаф вместо для шкафа? Не очень понятно. Ага, кладовка. В кладовку я не полезу, что там? Бродячий кот? У нас кот? Мам! У нас кот! Это я принесла. Не выкидывай, пожалуйста. Не выкидывай кота. А я его не вижу. Там есть кот? Я подушку только вижу. Не вижу никакого кота. Мам, кота, давай не будем выкидывать. Давай оставим. Давай кота оставим, мам. Пожалуйста. Примерно так я говорила про своим родителям. Правда, я их не уговаривала. Не, точнее, я не тащила в дом кота, и после этого уговаривала их оставить. Я просто наседала на мозг, что хочу кота. Дайте мне кота. Хочу кота. Поэтому у нас было много котов. Ну, в смысле, не одновременно много, а просто, типа, там... Жил кот. Если с ним что-то случалось, то через какое-то время мы заводили нового кота. Один раз так у нас кот сбежал. Мы завели нового, а старый вернулся. И жили с двумя котами. Довольно странная была история. А где? А где? Ну, его долго не было так. Недель две. А потом припёрся. Причём мы ходили и его искали по всему району. Где он тут этот кот гулял, непонятно. Чё вообще хотел? Жизнь не хотел разгульной. Ну и что? Вернулся же потом. Нашёл этот двор. Точнее, он зашёл в подъезд и орал. Хотя у нас там железная дверь, если бы его не впустили. А чё, где все? Куда мне биться? Ой, блядь, показалось, что тут сидит. А лё, блин? В своём доме тут хожу, во все двери тыкаюсь. Ну, кота я посмотрела. С котом всё понятно. Кота я не вижу. Погладить не могу. Так, а что? Что-то надо найти? Чё, я не понимаю. Тут ещё качество такое зернистое. Я ничего не вижу. Это очень больно для глаз, если честно. Я понимаю, что это сделано для атмосферы. Это довольно атмосферно. О, заебись. Открыл дверь. Со всех сторон. Никто не нападёт теперь. А что? Где? Где кто-нибудь? Где что-нибудь? Поэтому, даже если тут есть кнопка действия Е, я её, типа, вижу очень плохо. Да, блин, а куда мне? В холоду, что ли, посмотреть? Плету, что ли, поджечь? Что я тут хожу? Беспризорный ребёнок. Помогите. Может, выйти? А зачем? Я что, дура? Я же домой вернулась. Зачем мне идти куда-то? Сколько кругов мне надо пройти, чтобы понять, что делать? Что я не понимаю? Блядь, надо что-то найти, наверное, да? Что-то надо найти. А что надо найти? У этих игрок тоже не всегда понятно, что надо найти. Только не играйся с зеркалом, прошу тебя. Давай не будем. Я не хочу инфаркт. Да, блядь. А что? Куда мне? Что мне делать? Чё? Чё? Куда? Куда, чего? Может, чуть не нашла. Я нашла кота. Чё вам ещё надо? Кота нашла. Ой, блядь. Сука, на ковер наступила и испугалась. Где, блядь, что-нибудь? Что-нибудь где? А вон, смотри, какое-то письмо. Письмо. Женщина, посмотри, письмо. Давай это как-то, может, прочтём? Блядь. Не могу попасть. Там что-то есть. Или что это? Это не письмо? Я застряла между стульев. Блин. Это стойно? На какой момент должно что-то произойти? Ну, кота я посмотрела. Тут ничего больше нет. Или что? Это из категории этих ужасов больше вглядываешься. Блядь, до тех пор, пока один варк не наступит. Я теперь всего боюсь. Давай пальцы в рассетку сунем. Так делать нельзя, но... Чё ещё делать? Может, чё-то в коробках? В коробках чё-нибудь есть? Некосан она сказала. Некосан. Неконеку. Неконеку мы потревожили. Может, там дневник, я не знаю. Почитай. Чё тут? Чё? Чё делать-то, блядь? Как сложно. О, телек, посмотри. Телек, давай посмотрим. Давай посмотрим телек. Давай его не телевизор не тонуть. Когда я в последний раз смотрела телевизор? Сейчас, врубай. Давай. Хоть чё-то произойдёт. Свет, вруби, блядь. Не вижу ничего. Ладно, подушечки, подушечки. В смысле, когда в последний раз ты смотрела телевизор? Мы же приехали не так давно. Ты что, ты до этого телевизор не смотрела? О чём ты занималась? В смартфонах своих сидела? Ну да. Да что в телефоне, что в смартфонах? Одинаковая хрень. Потоп сознания ебучий. Ничего полезного. Это надо всё поочистить в ближайшее время. А я что, просто хожу и квартиру осматриваю? Блядь. Видимо, это должно меня в какой-то момент напугать, да? Пока я хожу, я осматриваю квартиру. Так, а что? Так. Ну я ту комнату всё обсмотрела, да? А! А что? А что? А можно на выход? А можно на выход? А что, блядь, произошло? Это кто, блядь? А кто, сука, стучал? Блядь, не стрёмно. У меня мурашки по ногам пошли. А откуда стучали-то, блядь? Это кот? Кот ебанутый. Блядь, на второй этаж идти? Она не шевтит, кстати. Нет, сюда заходишь, здесь тихо. Всё тихо. А всего-то нужно было посмотреть на телек. И всё понеслось. Не бейте! Пожалуйста, не бейте. Прошу вас. Не ломайте мне шею, я ещё молодая. А что? Что тут? А? Фу. Это моя комната? Постелька. Что это? Стало темно? Блядь, а может не надо? Она так спокойно только сказала. О, кефирчик. Ещё кефирчик попила. Так, выключить не могу. Блядь, теперь я не хочу туда идти от стола совсем. Меня убьют, да? Она такая спокойная. А? А? Ага. Ага, ага. Это, наверное, комната мамы. Что это? Семь. Семь. Тут какие-то головоломки, что ли? Соседний. Соседняя крыша. Ой, блядь. А что ли, 300 у вас в доме нет? Стало темно? Семь. Ага, это... Как мне определить, где какое что? Семь. Это, типа, надо головоломку решить, я понял. А в какой последовательности кто-нибудь скажет? Блядь. Хуёво. Чё ты скажешь? Семь. Где ещё цифры? Так, ну в моей комнате ничего нет. Семь. Да, и после этого все двери резко открылись. Закрой! Закрой! Там кто-то идёт, блядь. Дура-то ебучая. Что это? Это что? А, это стол перевёрнутый. Одежды нет. А что, у вас две спальни? Три спальни? Так у вас же двое. Или у вас ещё кто-то есть? Чайник, туалет, а там я кладовка моя комната. Это последовательность. Так, я не дурак. Я всё сфоткал и всё записал. Так. Никого. Никого, всё нормально. Чайник. Это же чайник. Ты, блядь, чайник? Четыре. Чайник, это четыре. Четыре, это первая цифра. Чайник. Туалет. Где у нас туалет? Блядь, я пока смотрю в телефон. Испугаюсь, наверное, где-то ещё больше. Блядь, она ещё и не шифтит. И дура двери за собой не закрывает. Не, ну конечно, если там призраки, то тебе одинаковая пизда. Что-то эти двери закрываешь, что-то двери не закрыли. Там кто-то был! Там, сука, кто-то был! Там чья-то башка торчала! А чё закрыто? А где туалет? А чё закрыто? Бейте. Туалет. Два. Туалет. Чайник. Четыре, два. Татами. Татами. Татами это где? А за что? А за что так? А куда? Верните, пожалуйста, всё на пол. Так, ну я думаю, чайник она имела в виду тот чайник. Не кухонный чайник, правильно? Верните, пожалуйста, столы на место. Чё это вы? А если мне по башке ещё съёбнет, если я пойду. Сейчас чё-то увиду, увижу во тьме. Татами это, наверное, вот тут, да? Меня убивайте. Так, а где? Где куда? Кладов. Тут это кот оборвёт. Кладовка это как раз-таки вот это. Татами это, наверное, что-то другое. Татами, я думала. Вот это татами. Нет? Нет татами? Блядь, не убивайте. Кладовка. Девять. Девять. Так, остались татами. Что, блядь, такое татами? Я думала, татами это вот эта хреновина, которую не на пол кладут. Ну и типа логично, что в комнате с татами должна быть какая-то цифра. Но цифры тут я не вижу, и она в кладовке. Может, это и не кладовка вообще? Может, это как раз и есть татами. А кладовка тогда что? Где у вас кладовка? Не убивайте. Прошу вас. Я хочу жить. Я ещё молодая. Ай, блядь. Ага. Семь. Наверное, всё-таки вот эта кладовка. Значит, это будет... Тянет туалет, а там и кладовка. Ну-ка, попробуем. Четыре, два, девять, семь, семь. Сейчас, главное, нет. Всё правильно сделать. Туалет. А что, всё поломали? Мусорку перевернули. Мою домашку, Рудгромель. Да нормальная домашка! Подумаешь, четыре получила. Всем отличником быть. Ух. 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 Так, это не та комната, да? Нет, не та. Нет никого во тьме. И не надо. Не надо мне такого. Так, первая цифра должна быть четыре. Блядь, как бы мне так теперь... Четыре. Дальше два. А, и правильно всё было, блядь. Ну ладно. Два. Дальше идёт девять. Блядь! Тут никакого указателя и без понятия, как... Где, ну чё? Где указатель-то? Я что кручу? Четыре, два, девять. Дальше. Семь. Семь. Не ошиблась. Так, это всё можно убирать. А то сейчас начнётся какой-нибудь скример, я тут всё просто уроню. Это долг. А что, мать, в долги влезла? А это коллекторы пришли убивать меня? За что? Блядь. Не убивайте. Дверь кто-то вынес. Ну что? Ой, блядь. Какой пиздец. А что, мне на нажать надо? А может, это... Скорую позвонить? Чё ты тут делаешь уже? Ну, в общем... Мать, судя по всему, из-за долга покончила с собой. А там записка есть. Четыре часа спустя? А почему четыре часа спустя я в лесу, блядь? Я почему в лесу, блядь? Девка, ты это прекрати. Девка, ты что надумала? Я понимаю, что это очень хуёво, когда ты увидела, как твоя мать покончила с собой задолго. Ну, может, стоило позвонить в скорую. Может, стоило позвонить родственникам. Может, стоило сообщить кому-то. Может, стоило попросить помощи? Девчанка, ты, мне кажется, делаешь что-то не очень правильное. Алё, блядь, прекрати. Ты это, блядь, прекрати. Ты что творишь? То, что за дом? Ты куда пришла? Блядь, куда мы приперлись? Ну, здравствуйте. Я на туда же. Ну, да. История откровенно хуёвая. Ну, на самом деле, очень грустная история. Очень неприятная. К сожалению, в жизни бывают такие ситуации. Ну, как говорится, это не выход. И если вдруг, если вдруг так случилось, что ты увидел нечто произошедшее, то обязательно, сука, звони в скорую и проси помощи. Всегда проси помощи, не важно у кого, где, кого, всем звони, не знаю, в скорую, в полицию, родственникам, друзьям, всем звони. Не оставайся в этой ситуации ни за что один. Наверное, самая мрачная игра из тех, что у них была. Все остальные, они какие-то более про призраков, про мистику. А тут просто какая-то страшная жизненная история. Да уж, Челосарт не перестает удивлять.